Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас в уютной студии телеканала Думская ТВ на своей авторской программе «Достояние Одессы». Вот тут так прямо и написано «Достояние Одессы». И символ моей программы «Атланты», которая держит на плечах землю. Ну, Одессу, правильно? Тающая земля, наша замечательная Одесса. И у меня всегда в гостях люди, которые делают что-то для нашего города. И я всегда в своей программе признаюсь любви к этим людям, потому что без этих людей наш город был бы пуст и мертв. И именно они поддерживают в нем жизнь, именно они являются настоящим достоянием Одессы. Сегодня у меня удивительный человек, можете мне поверить. Этот человек, я даже могла бы сказать, легендарный, потому что он может на равных разговаривать с любым министром. И думаю, что не просто на равных, а гораздо выше и больше знает он о том деле, которым занимается, делом всей его жизни. Сегодня в гостях у меня Игорь Леонидович Учитель, замечательный председатель Одесса ГАЗ. Игорь Учитель, президент ПАО Одесса ГАЗ, заслуженный работник промышленности Украины, кандидат технических наук. Родился 31 марта 1955 года в Одессе, одессит в третьем поколении. По окончании средней школы номер 101 Игорь поступил в Одесский государственный инженерно-строительный институт. В 1977 году по окончании вуза Игорь Леонидович пришел в Одесса ГАЗ, где за 40 лет прошел трудовой путь от мастера аварийной службы до президента компании. Игорь Учитель, кандидат технических наук. Академия строительства Украины присвоила ему звание члена-корреспондента. За трудовые заслуги, весомый вклад в развитие газового хозяйства Украины Игорь Леонидович награжден званием заслуженного работника промышленности Украины. Он принимает активное участие в общественной жизни региона, являясь депутатом областного совета. Игорь Леонидович убежден, нужно быть полезным людям. И всю свою жизнь доказывает верность этому принципу служениям Одессе и Одесскому региону. Приветствую вас у себя в студии. И я знаю, что 18 октября 2017 года исполнится ровно 40 лет, как вы пришли в Одесса ГАЗ, тогда еще совсем молодым парнишкой после Одесской строительного института. Я все правильно сказала? Да. Видите, как я много о вас знаю. И я знаю еще, что ваш жизненный путь, он удивительно интересен. И вы, надеюсь, сейчас расскажете о том, как проходило становление, потому что первая часть моей программы как раз о становлении. Мне очень хочется об этом услышать и моим зрителям тоже. Как происходило становление? Да, да. Вы родились в Одессе. Я родился в Одессе. Вы коренной одессит. Я коренной одессит в третьем поколении. В третьем. Здорово. И где, на какой улице? На гимназической. Возле сельхозинститута. Там есть один корпус сельхозинститута. Вот там я жил. А родился я в том месте, в том роддоме, которого уже нету. Да. Там, где стоит здание обл. Исполкома. На канатной. Стекляшка. Стекляшка. Да, вот эта стекляшечка. Там когда-то был роддом. Вот там вы и родились. Да, там и родились. Вот там вот мама вас впервые взяла на руки. Неужели это было, когда вы были такой маленький-маленький, крошечный совсем. Я родился крупным. Вы родились крупным. Ну, неудивительно, что вы родились крупным. В школах и вообще вот все, что касается детства. Почему возникло вдруг строительный институт? Почему возникло строительный институт? Ну, вообще-то, в принципе, у меня в семье отец-строитель. И брат старший-строитель. Поэтому, как бы, наверное, так, как преемственность какая-то, да? Но меня больше интересовала, конечно, не общая строительная часть, а меня всегда интересовало то, чем я сейчас занимаюсь. То есть вы уже чувствовали, вас это интересовало? А почему? Ну, я просто помню, когда я был совсем ребенком, у нас в двор проводили природный газ. На улице строили газопроводы, да. И вот мне тогда стало интересно. Когда пускали этот газ, я наблюдал, как делают огневые врезки. И мне стало это очень интересно, почему это так, и как вообще это происходит. Вы были школьник-мальчишкой еще тогда? Тут это, я думаю, что я в школе еще тогда не учился. То есть совсем маленький? Да. Тогда вот было начало той сети, которую вы потом продолжили, продолжили. Ну, первый газ пустили в Одессу в 64-м году. В 64-м? Нет, значит, учился уже в школе. Уже учились? Да, значит, уже учился в школе. Ну, было это давно. Сейчас мне тяжело, конечно, вспомнить это. Вы понимаете, что это было очень давно, и что это, и вы это запомнили. Да. И вот сейчас вы помните спустя уже столько-столько лет. Конечно. И то есть вы сознательно пошли в строительный, понимая, что там будет какая-то область. Да, я пошел на факультет, который занимался газоснабжением, и закончил его. И вот тогда, в 1977-м году, 18 октября, я запомнила это, вы пришли в Одесса-газ. Да. И начали с самого-самого низа. Вы прошли весь путь. Да, я пришел работать в Одесса-газ, мастером аварийной службы. И дальше пошел там трудиться. Я знаю, что у вас было очень много интересных жизненных встреч. Вы мне рассказывали о встрече с одним из министров. И я знаю, что у вас есть опыт знакомства с разными людьми, которые во многом определяли в то время вот эту отрасль Украины. Расскажите, мне очень интересно об этом послушать. Ну, вы знаете, таких встреч было много, но то, что вы говорите, мы еще находились в старом здании. У нас в двухэтажном здании мы тогда находились. Тогда Одесса-газ была, конечно, не такая компания, как сегодня. Тогда это природный газ был только в Одессе. В области его... Вообще не было? Не было. Такая встреча запомнилась, когда Михаил Васильевич Мацалко. Я его никогда не видел в лицо. Ну, тогда даже не так часто на телевидении линии блистали? Нет, я его просто не видел. Не видели, да? Ну, я мастером работал, как я мог видеть министра. А он был министром топливной промышленности? Он это называлось тогда государственное, там как-то, я не помню точно название, Укргаз. Укргаз это называлось, но он был на правах министра. Это было зимой, я очень хорошо это запомнил момент. Я был на смене. Очень тяжелая была зима, нам не хватало постоянно зимой газа. Телефоны все время звонили, все были. Машины, все выезды были в разъездах, и я один остался. То есть вы были дежурный? Ну, я остался один, в диспетчерской никого не было. Все были на вызовах, на каких-то работах. А вообще в диспетчерскую посторонним вход запрещен. Там всегда закрыта дверь, стоит кодовый замок. Но стоял тогда еще кодовый замок. Но поскольку это было уже поздно, это было, наверное, часов 9 вечера, то дверь была открыта. Заходит молодой какой-то мужчина, заходит, да, подошел к столу, я сижу, значит, с этими телефонами, там телефоны все время тарабанят, разрываются все, меня спрашивают. Подходит, говорит, здоров. Ну, я на него посмотрел, говорю, здоров. Да. Ну, как дела? Я говорю, это дела вроде нормально, я говорю, ты читать умеешь. На ты? Да. Ну, он на ты, я и я и на ты. Ну, правильно, а что? Написано же не посторонним. Он заулыбался, говорит, ну, вообще-то умею. Ну, тогда выйди и почитай, что написано там на входе. Круто. Он заулыбался и ушел. Вот, потом оказалось, что это наш министр. Да, вас вызвал к себе начальник, видимо. Тогда меня позвал начальник, я поднялся к начальнику, я говорю, я не могу уйти, я один. Он говорит, ну, давай, сейчас кто-то приедет, поднимись. Я когда зашел к нему в кабинет, я увидел, и он говорит, ну, вот это Михаил Васильевич Мацалко. Но Михаил Васильевич оценил, я думаю, то, что вы действовали в рамках полномочий с вами. Ну, я вам могу сказать, что, в принципе, и по сегодняшний день он еще живой, хотя ему уже за 80 лет. Это был замечательный человек. В принципе, вот эта первая встреча, которая, в общем-то, положила начало нашим очень хорошим отношениям, уже впоследствии, когда я уже там стал руководителем, главным инженером, потому что главный инженер, начальник, это была тогда, по тем временам, это была только его номенклатура. Он это утверждал. Приказ подписывал. Приказ подписывал. Да. И он очень часто, когда меня видел, и сегодня, когда я там иногда разговариваю с ним по телефону, он начинает его и говорит, здоров. Здоров. Как тогда вы встретились? Он помнит это тоже. Он помнит тоже. Немного запало это. Он замечательный человек. Он проработал 18 лет на сегодняшнему времени. Вот на этом посту? 18, да. 18 лет. И поэтому было очень… Тогда было тяжёлое время. Оно всегда, в общем-то, непростое. Но всегда было очень тяжёлое время, потому что службы тогда не имели такого оснащения, даже близко. То есть всё это как-то было по каким-то остаточным принципам. У нас не было техники такой, как нужно. Ну, много было проблем, но вот он сумел всё это соорганизовать по всей стране. И выстроить. По всей стране, выстроить. Всё-таки доказать, что эта система нужна в другом виде, не в таком виде, как она была. Но нужна. На тот момент, да. Это замечательно. Игорь Ленинградич, я понимаю, что это такие люди, которые по жизни были вашими учителями. Я понимаю, что вы учились, может быть, даже не только какие-то знания получали, даже поведенческие, потому что когда человек умеет себя вести, руководитель это особый алгоритм поведения. И мне понятно теперь становится, откуда всё это взялось и как это всё формировалось. Я знаю, что в вашей жизни большую роль играет наука. И вы говорите, что если хочешь что-то понять, проверяй всё наукой. Я знаю, что вы кандидат технических наук, причём не какой-то там сделанный кем-то, а в самом деле прошедший очень серьёзную школу научную. Потому что то, чем вы занимаетесь, это всё повышенной опасности. И поэтому всё, что касается земельных движений, продвижения земной коры и всего остального, я видела уникальные вещи, фотографии, видео, которые вы мне показывали, когда вы были в Японии. И то, чем вы занимаетесь, я хочу, чтобы вы немножко рассказали об этом, потому что я считаю, что это очень важная сторона вашего характера, вашей жизни. Вы знаете, это же вопрос такой. Дело в том, что это работа научная, которой я начал заниматься, потом к этой работе подключилась ещё там группа учёных, людей уже, потому что мне были какие-то моменты, которые мне было тяжело самому освоить и понять, что это такое. Но началось это, в принципе, это не какая-то теоретическая была работа, там из теории чисел, защищая диссертацию или ещё какие-то вещи. То есть это была совершенно практическая работа, потому что мы столкнулись в какое-то время с очень сильной аварийностью на газопроводах. И это было понять, в чём причина, да? И мы никак не могли понять, в чём причина, и не могли разобраться. То есть и газопроводы были новые, и построены они были правильно, но тем не менее, всё время происходили какие-то аварии. Вот проанализировав эти аварии, мы поняли, что здесь действуют какие-то другие силы. Что что-то здесь происходит, что-то происходит. И таким вот образом, да, вот мы решили понаблюдать за движением газопровода, участка газопровода. Поставили там соответствующие приборы. Датчики, да? Да. И когда мы начали за этим смотреть, то все были просто шокированы тем, как это всё движется, как оно быстро меняется, как поднимается, как опускается, как движется вправо-влево, и отсюда, собственно говоря, это всё началось достаточно такое глубокое изучение этого вопроса. В результате мы пришли к такому выводу, который, в общем-то, то, что я защитил на эту тему диссертацию и книгу написал на эту тему, о том, что появилось по всей видимости, либо это новое явление в движении земной коры, либо это просто то движение, которое было, но которое как бы никто ещё просто его не заметил, никто не обратил на это внимание. Ну и вот те видео, которые я вам показывал, то это тоже так бы интересно, это не взято, так было просто, потому что по той работе мы достаточно точно научились прогнозировать, когда это может произойти. И вот как раз это тот вопрос, когда мы научили поехали в Японию. Это очень больной для них вопрос? Да, больной вопрос. И вот в тот момент, когда мы это спрогнозировали, практически это и произошло. То есть вы приехали, потому что вы спрогнозировали? Конечно. А это вы тут могли заснять всё? Ну, конечно. Это удивительно. Я подумала, честно говоря, что это случайные съёмки. Оказывается, вы приехали, потому что вы спрогнозировали? Нет, это съёмки совершенно не случайные. И там целый комплекс технических вопросов построено, как построить и как определить место, в котором это наиболее вероятно может произойти. И там есть целый фактор, как бы целый ряд таких факторов, на которые, если обращать внимание и систематизировать их, то можно определить с достаточно высокой точностью, где это может произойти. Ну, то, что я вам показал, вы видели. Это, получается, там, где наиболее подвижна земная кора, где склонность к земле? Ну, вы знаете, я вам могу сказать, что тяжело. На сегодняшний день это сказать не может никто. Есть целый ряд таких факторов, да, что вот перед этим буквально меняется гравитационная составляющая Земли в этих местах, меняется облачность. Поэтому мы достаточно большую работу провели, в том числе и с изучением космических снимков земной поверхности. Ну, вот. Это здорово. Вы сказали себе, что вы старорежимный человек. Мне эти слова очень понравились, потому что я понимаю, что старорежимный в данной ситуации это человек основательный, человек, который отвечает за то, что он делает. Но при этом я знаю, что вы оснащаете сейчас то, что вы делаете, оснащаете самым современным оборудованием, самыми высокими технологиями. Как вам удается совмещать в себе вот это вот традиции, которые у вас, как у Одесситы Коренова в крови, и все самое новое, что вы, я знаю, ищите по всему миру, во Франции, вы привозите это из разных уголков мира и делайте все, чтобы мы были на пике научных знаний в этой отрасли. Ну, вы знаете, дело в том, что, ну, просто стоять на месте нельзя, просто нельзя стоять на месте, но изучать и применять, ведь, в принципе, есть как бы несколько составляющих нашей работы, одна из основных составляющих нашей работы – это безопасность, надежность системы, и поэтому все время приходится внедрять что-то новое для того, чтобы повышать ее надежность. Ну, могу вам сказать, что очень многие вещи, которые в частности тогда еще в Советском Союзе и сегодня на Украине, то есть внедрение началось с некоторых, целого ряда технических вопросов именно с нас. Именно вы первые в Украине? Мы первые, да, это делали, мы первые в Украине начали это делать. Тогда еще существовала система ГОТГОРТЕХНОДЗОРА, и тогда очень жесткая система правил безопасности в газовом хозяйстве. И ту работу, которую мы должны были делать с полиэтиленовыми газопроводами, она не была прописана в правилах безопасности, и поэтому тогда вообще все новое встречало такое очень сильное сопротивление, потому что, ну, это было немножко оправданно, потому что тогда вопрос ответственности за то, что ты делаешь, был настолько высокий, настолько высокий, что очень многие люди просто боялись чего-то нового, вот если так написано, то только так, но никак не по-другому, ни сантиметр вправо, ни сантиметр влево. И тем не менее, вот тогда я работал еще главным инженером, мне удалось вот поломать эту систему и построить эти газопроводы. Полиэтиленовые вот эти вот самые. Полиэтиленовые, да, мы сделали, мы старые газопроводы, которые нужно было демонтировать, и вместо них строить новые, мы вовнутрь, в них протащили полиэтилен. Это сложно технологическое. Да, это технологическое. Я ездил во Францию, в Париж, в Газ-де-Франс, учился там. Там учились. Да, как это делать, как осваивал эту науку. Потом мы послали наших людей туда, которые, собственно, и делали, и выполняют эти работы и сегодня. Ну, и по новым технологиям строительства, просто полиэтиленовых газопроводов, да, сегодня это уже не новое, но тогда это было совершенно новое. Потому что на территории Украины, я не знаю, может быть, где-то там в России было по-другому или в каких-то других республиках Советского Союза, один полиэтиленовый газопровод был построен в Николаеве, который буквально через непродолжительное время, там или там полгода, или может быть год, я сейчас не помню уже, его заменили на остальное. Потому что качество сварки стыков этого газопровода, оно ничему не отвечало, и они просто его рвало каждый день, ломало, рвало, и ну вот то, что мы сделали, слава Богу. То есть вы научились это делать качественно, там во Франции? Да, изучили как. Во-первых, изучили материал, из которого нужно изготавливать трубу. Это не обычный материал? Расскажите, мне это очень интересно. Ну, это полиэтиленовые гранулы, но это должны быть полиэтиленовые гранулы соответствующего качества и достаточно высокого, точного, то есть там есть свои нюансы. Это техническая такая тонкая часть, больше химии касается. Изучили этот вопрос, изучили сварку, как у них, насколько, почему, как они добиваются такой надежности сварочных соединений. Изучили, начали это применять. И слава Богу, вот сколько мы уже построили полиэтиленовых газопроводов. Слава Богу, не было никаких аварийных ситуаций. Я знаю, что вы начинали, сколько у вас было километров, когда вы начинали, вот с вашего начала газопровода? Да, я когда пришел работать в Одесгаз, в Одесгазе было 860 километров. 860, а сейчас, я знаю, 22 тысячи, правильно? Да, около 22 тысячи. Около 22 тысячи. Что это значит для нас, потребителей, что это значит для нас, жителей, вот всей Одесской области? Вы знаете, во-первых, я вам скажу, что удобство пользования газом, ведь газ используется не только в быту, да, и в быту это как бы наиболее такая распространенная вещь, это очень большие удобства. Это большое удобство, да, почему? Потому что последнее, то, что мы пускали газ, делали, строили газопроводы все лето, там, как раз тогда только начало, это было несколько лет назад, как раз разговоры были о повышении цен на газ, и там люди просто говорили, что нам безразлично, пусть любая будет цена, потому что уголь, дрова, и все это, все с этим связано, мы уже не выдерживаем просто. То есть это как бы сегодня очень серьезное как бы создание бытовых условий для человека, условий жизни комфортных. И, допустим, те, кто живет в городе Одессы или там в крупных городах, где это уже само собой разумеющийся вопрос, точно так же, как и свет, как водопровод, то как бы никто на это уже внимания не обращает, потому что это само собой разумеющийся, вот оно есть и оно должно быть. А тех людей, у которых этого нет, или, допустим, даже предприятия, да, которые работают на мазуте, когда мы их переводим на газ, значит, совершенно другой вопрос, даже при сегодня стоимости газа и всего остального, ну, понимаете, как, то, что касается, если трогать вопросы экономики, стоимости газа, ну, там, для промышленности, в частности, мы же прекрасно знаем, да, что все цены в итоге, все цены для потребителя, они примерно становятся, если перевести их к какой-то одной единице, там, киловатту, допустим, то они примерно будут одинаковые. Да, что это будет газ, но при этом пользоваться, наверное, удобнее нам электричеством, чем керосиновой лампой. Конечно. Да, то же самое, или пользоваться мазутом, или пользоваться газом. Да, да, ну, конечно, это немножко сложнее, чем мазутом, но зато оно себя оправдывает с точки зрения культуры производства. А мы не садимся на газовую иглу? Так читаю, я много читаю по этому поводу. Вот говорят, вот нас посадили, и дальше что? Что такое вообще сидеть на газовой игле? Мне интересно. Ну, была, конечно, ситуация, которой Украина была очень сильно привязана к России, связана с тем, что Россия была единственным поставщиком газа на Украину. На Украину единственным, да? Отечественной добычи, конечно, не хватает нам той, которая вот на сегодняшний день есть. На Украине были очень мощные месторождения, и на Украине их начали разрабатывать, в общем-то, первые там во всем Советском Союзе, но поскольку там этот газ качали в Москву, в Петербург и в другие крупнейшие города. То есть мы отдавали свой газ? Ну, это в рамках Советского Союза, да, я понимаю, да. Их, естественно, очень там, Шебелинское месторождение было очень хорошее, там качество газа было высочайшее. Откачали? Откачали. Откачали полностью. Ну, там сейчас добывают какие-то там... Крохи. Крохи какие-то там выжимают, что-то там находят. Но, как бы, вот так оно и есть. Поэтому сегодня там, как бы, фактически есть другие варианты. Есть другие варианты. Были несколько вариантов, с которыми мы выходили. Альтернативные разные, вы рассматриваете их, да? Ну, мы выходили с предложениями там, в частности, там, в правительство. Ну, пока результата нету, пока... Ну, есть, есть варианты сегодня, собственно, мы ничего не придумали. Так, как работает сегодня весь мир, сегодня все используют так называемый ЛНЖ, сжиженный природный газ. Возят его газовозами. И в Европе это делают давно. То есть это диверсификация процесса поставки. Диверсификация, да? Конечно. Чем больше поставщиков, тем надежнее система. Тем больше ты, более независим ты, конкурентность обеспечивает Ну, конечно, поэтому я думаю, что на Украине тоже будет. Я думаю, что к этому придет все. И в этом направлении очень много работаете. Чем сейчас занимается Одесса-газ? Потому что мы каждый месяц получаем платежки. Мы знаем, что это те люди, которые нас обеспечивают теплом. Мы сейчас не говорим о платежках и обо всем остальном. Это, я понимаю, зависит не от вас, а зависит от ценовой политики государства. Ваша задача поставить газ хорошего качества, и так, чтобы мы были все довольны. Чем вы занимаетесь? Мы где-то уже около трех лет, мы газ не продаем. Вы не продаете газ? Нет. Это продают отдельные предприятия совершенно. И, в принципе, это правильно. И мы очень много лет этого добивались. И таким образом построили... То есть вы ушли от поставки газа? Да. И таким образом работает система практически во всем мире. А мы занимаемся транспортом газа и его распределением. Именно транспорт и распределением? Да. Это основное назначение компании. Заниматься транспортом, распределением, развитием системы. Правда, к сожалению, с теми ситуациями, которые происходят сегодня, то, конечно, компания сейчас очень слабо развивается. Это создает проблемы определенные? Ну, есть, безусловно, определенные проблемы. Да, ну, простая вещь. Очень правильный вопрос. Но вот я вам приведу такой пример. Допустим, если мы возьмем Европу, то в Европе строимость транспорта газа в 10 раз выше, чем у нас. В 10 раз? В 10 раз. Если мы возьмем в Америку, то в Штатах доставка газа стоит дороже газа. То есть доставка – это самая дорогостоящая штука? Ну, это основной вопрос. Если у вас есть груз, и вам его нечем довезти до места… Логистика, да, все-таки? Да. В конечном итоге логистика. У нас, вы знаете, да, было принято решение НКРЕ, и я убежден, что это было решение правильное, о том, чтобы перейти на оплату по мощности. Ну, к сожалению, как бы пришлось НКРЕ отменить под давлением там всяких политических событий, общественности. И так это очень интересно, потому что, когда поднимали цену на газ в 4 раза, то как-то тихо. А когда попытались добавить к этому 50 гривен… То есть транспортировка непосредственно. Да, да, да. Поднялся вот такой шум. В результате система сегодня вся по всей стране практически стоит. Она не то, что не развивается, да, она идет куда-то обратно. Ну, будем надеяться, что как-то будет… Я думаю, что вы справитесь с этим. Есть у меня такое ощущение. Ну, это же, понимаете, дело в том, что это не касается. Не от вас зависит. Конечно. Это не касается только, допустим, Одесского региона. Это касается всей страны. Это вопрос более масштабный, чем, как бы он кажется на первый взгляд. И дело в том, что это огромная отрасль. Если мне не изменяет память, то, по-моему, около 400 тысяч человек работает во всей отрасли по стране. Още что полмиллиона. Да. Ну, если это взять, допустим, если там даже три члена семьи, да, то это достаточно много людей привязаны к этому. Поэтому тут есть целый ряд таких проблем, с которыми пытаемся справляться. Конечно, очень сложно сейчас. Очень сложно сейчас. Ну, дальше мы посмотрим, как этот вопрос будет развиваться. Еще один вопрос. Энергосберегающие технологии. Насколько это важно для страны? Как вы оцениваете это? Безусловно. Безусловно? Безусловно. Это экономия? Безусловный вопрос. Мы очень часто, значит, под вопросами энергосбережения, технологии, мы видим, значит, я даже недавно по телевизору смотрел, какие-то котлы, значит, какие-то пилеты. Дело в том, что я за такие вещи, там, где нет возможности сделать, подключить к системе природного газа. Почему? Потому что, да, оно может быть все красиво, оно может быть очень интересное, может быть даже, да, каким-то образом есть какая-то экономия в этом вопросе. Но я еще раз говорю, да, что пилеты даром все равно никто не будет отдавать. И даже если они будут на одну или на две гривни дешевле, чем газ, а они все равно будут стоить примерно столько же, сколько и газ, то как опыт эксплуатации этих пилет? Да, это все очень сложно. И пилетных этих котлов, и на сегодняшний день особо их никто не знает. И я думаю, что на сегодняшний день серьезной альтернативы газу просто нет. И с точки зрения экологической тоже? Вот я хотел только затронуть этот вопрос. Вот хотел об этом тоже. Знаете, я же, да, 40 лет скоро работаю, как работаю в Одесгазе, я помню, когда Одесская ТЭЦ работала на углях. На углях? Да. И вот вы утром приходите на работу, вы в белой рубахе. Черная. В полном смысле слова. В полном смысле слова. Вот стоит машина, на машине миллиметровый слой вот этой золы. Это при всем том, что там тогда внедряли очищение этих, там какие-то, чтобы этих выбросов было намного меньше. Поэтому с точки зрения экологии, учитывая, что все-таки Украина достаточно загрязненная с точки зрения экологии, что мое мнение такое, что на сегодняшний день выхода другого нет. Потом есть еще как бы вопрос, который заключается, раньше это называлось Киотский протокол, сейчас это Парижский протокол. Выбросы атмосферы. Да, выбросы в атмосферу, защита атмосферы от выбросов углекислого газа. Так при использовании газа выбросов углекислого газа минимальное. То есть ни один вид топлива не дает такого минимального количества выбросов углекислого газа, как газ. А об этом нужно тоже думать, защита окружающая. В первую очередь, наверное. Понимаете, это не просто надо об этом думать. Это вопрос о том, то, что идет глобальное изменение климата. Об этом уже нет, в этом нет никакого сомнения. Вопрос только, от чего это происходит. Либо это процесс развития Земли, либо это то, что мы уже натворили на этой Земле. Да, я вспоминаю всегда фразу о том, что мы эту Землю приняли не от предков своих, а взяли в долг у своих потомков. Я думаю, что какой мы вернем эту Землю, во многом зависит от нас. Я считаю, что то, что вы делаете, это то, что реально защищает нас, защищает природу, окружающую среду, дает нам возможность просто жить. Это как артерии, по которым бежит кровь. Точно так же вы несете нам тепло, радость жизни. Я хочу сказать, вот есть у меня такой мой внутренний рейтинг. Мне хочется людям говорить какие-то теплые слова, мне хочется отмечать людей за то, что они делают, приносят нам пользу, и пользу всей Одессе, и делают живым наш город. Я сделала такой для себя рейтинг, который назвала «Достояние Одессы». Я хочу сказать, что Игорь Учитель, ага, президент, исправлю, президент Одесс-Газ, заслуженный работник промышленности Украины, кандидат технических кнопок является настоящим достоянием Одессы. Я хочу, чтобы вы у себя держали это напоминание моей признательности и признательности одесситов за ваш труд. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Я очень рада. Сегодня в гостях у меня был Игорь Леонидович Учитель, человек, который возглавляет очень важную отрасль нашей промышленности, нашей жизни, Одесса-Газ. Мы все знаем прекрасно это замечательное слово. Человек, который поставил целью своей жизни и девизом своей жизни – приносить пользу людям. Когда я спросила его об этом, он так и сказал. Задача – приносить пользу людям. Все очень просто. Не мудрство и лукаво. Я считаю, что у него замечательно получается приносить пользу людям, одесситам, Одессе и Украине в целом. Будьте счастливы, живите радостно, улыбайтесь друг другу. До новых встреч, дорогие друзья. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова